Кто из вас видел таких взрослых людей, которые несколько дипломов, но они не успешны? Видите, у них есть образование, но у них нет характера. Характер подводит их и везде. Нам нужно с вами закреплять свой характер. Когда у тебя характер хороший, ты образование получаешь. Например, скажем, что если у человека есть правильный характер, он сам могут самообразованием даже заниматься, он могут дополнительные курсы пройти, он могут сам книги читать, правильно? Он могут искать варианты, он ищет варианты, он не сдается, он не сломается, он на поле пути не останавливается, он ищет до тех пор, пока у него не получится. Вот это мы назовем характер. Надо очень хорошо понимать, что если человек хочет стать успешным, он должен в себе воспитать характер. Давайте пишем. Для того, чтобы стать успешным, человек должен что? Воспитать в себе характер. Два вещи требуются, чтобы человек стал успешным. Два вещи требуются, чтобы человек стал успешным. Первое это что? Первое это характер, второе это что? Профессиональные знания. Первое это характер, второй это профессиональные знания я заметил что много людей хорошее образование получает но они в жизни не успешными почему они в жизни не успешнее потому что не характер подводит их кто мне понял очень хорошо когда был маленьким моя мама давала мне пост на один урок она сказала так с ног ты можешь стать профессором ты можешь стать академиком да ты можешь стать любом сфере успешным если ты мечтаешь и будешь работать но я не об этом мечтаю я спросил мам вы что об этом все родители мечтать чтобы дети были успешнее почему вы не мечтаете что я был успешным она сказала с ног я действительно мечтаю тебя видеть успешным счастливым но я больше всего мечтаю тебя видит достойным человеком которого если я могу смотреть чтобы я мог себе сказать что да мне удалось воспитать нормального парина хорошего парина быть человеком сложнее чем стать профессионалом каком области она именно так объяснила меня это для того чтобы вот бюджет планировать извините что сказал планируйте бюджет пожалуйста иначе расходы растут параллельно доход не заметите проблема человечества в чем человек вообще по своей природы он живет таким образом чем больше его доход тем больше у него расходы растут он сам не заметит расходы растут он не заметит понимаете о чем речь чем больше доход больше расход больше доход больше расход пропорционально доход расходы растут люди когда начинает контроль расходы когда начнет экономить когда кризис когда дело пойдет плохо люди начали экономить деньги и контроль расходы когда для плохо идет на самом деле надо экономить когда рост идет чтобы у вас наличный капитал было больше а А когда кризисный период, рынок идет, спад, что надо делать? Надо расширяться. Внимание, внимание. Пожалуйста, это очень внимательно послушайте. У многих из вас есть хорошие бизнесы. Экономьте деньги и контролируйте расходы, когда у вас рост идет. Но когда идет спад рынка, вот, например, сейчас кризис, надо расширяться. Потому что в таком периоде вы можете купить активы дешевле, вы можете оборудование дешевле купить, вы можете нанимать хорошие кадры по доступной цене. Нужно расширяться, когда другие закрываются. А если у вас есть наличные деньги, это даст вам супер шанс. Я могу сказать, что в период, в кризисном периоде, вы за один год расширяетесь так, как за 5 лет, как вы выросли бы. Как вы думаете, что самое главное является нашей семьей? И к чему нас тянет вообще? Гармония. Вот гармония, одну, еще. Взаимопонимание. Взаимопонимание. Уважение. Уважение, еще. Взаимопонимание. Взаимопонимание и так далее. А вы знаете, оказывается, самая важная вещь в жизни человека, это достигать уровень понимания. Понимание – самая важная вещь. Почему? Я сейчас объясню. Вот анализируйте, с какими родственниками вы общаетесь? С теми, которые вас понимают. С какими одноклассниками вы общаетесь? Которые вас в каком-то мере понимают. Согласны? С какими вашими можно сказать? Посмотрите, на кого мы женимся? На та, которая хотя бы делит вид, что нас понимает. Согласны? На кого мы замуж выходим? На та, которая попытается хотя бы нас понять. Ну ладно, не все понимает. Мужчинам очень тяжело понимать, женщинам. Мужчина, который понимает женщину, наверное, не родился еще. По крайней мере, он старается. Вот такой. Понимаете? То есть мы всегда стараемся находиться рядом с теми, кто способен понимать нас. А вот этого добиться, оказывается, это главная мудрость. Главное наше, можно, достижение. Ключки преодоления кризиса – это вы. Вы должны себя чувствовать по-другому. Да, нелегко, да, сложно. Но вы должны себя перебороть, ребята. Начните от себя. Потому что это самый важный ключ. Потому что вы вдохновляете других. Вы мотивируете других. Вы должны показать другим пример. У кого больше ответственности в вашем бизнесе, чем вы? У вас. Согласны? Кого люди будут винить, если ваш бизнес вдруг конкротится? Вас. А вам никого винить, согласны? Вы не можете соседу сказать «за тебя». Вы не можете пойти к президенту и сказать «верни мой бизнес». Вам никто не виноват. Вы согласны? Поэтому вы не имеете права груститься. Вы не имеете права сдаваться. Вы не имеете этого. А как исключить из-за злопамятности? Злопамятность? Надо уметь прощать. Надо развивать в себе, простить людей. Но люди же, смотри, люди не все оригинальные, не все люди идеальные. Надо уметь простить. Если ты научишься простить, тебе легче. Научись простить, научись отпускать. Тогда намного легче. Два вещи помогут мне это делать. Я что делаю в своей жизни? Я постоянно забываю недостатка людей, забываю, если кто-то не так делает, я постоянно думаю, у него есть хорошая сторона. Начинаю думать о его лучшую сторону. У него же что-то хорошее тоже есть же. Правильно? Постоянно думай о хорошей стороне отношений, о хорошей стороне этого человека, о его лучшем характере, о его положительной черте. Дела у тебя хорошо пойдут. Думай только о его положительности. Ловили? Тогда у вас дела хорошо пойдут. Самая большая потеря человека, если он потерял руководство Аллаха на его дела. Это самая-самая большая потеря его жизни. Потерят богатство ерунда. Потерят даже здоровье тоже ерунда, сравнись с этим. Потерят даже детей тоже ерунда. Вы воспитываете, Аллах даст еще вам, рожаете, будут. Но если ты потерял руководство Аллаха на твоих делах, самая большая беда. Потому что очень тяжело, очень трудно потом. Потом Малане покажет. Как вы найдете свою сильную сторону, дьявол начнет вас соблазнять, чтобы вот рядом, рядом, совсем рядом, по сравнению с чем ты занимаешься, есть более выгодные дела. И он начинает вас соблазнять. Давай этим еще занимать, как раз параллельно пойдет. Давай, а ты же можешь, давай еще вот этим делай. Да ты же можешь, ты что? Он будет обязательно вас соблазнять, чтобы вас вывезти из этой дороги, из того путь, который ваша сильная страна. Когда он вас выводит из этого, уже все в его ловушках. Потому что уже расплеление началось. Если вы посмотрите в жизнь, вы увидите все успешных людей. Стив Джобс занимался только техникой. Он не занимался больше ничего. Аллах Пугачева только пение. Так? И внимание обратите. Это такой большой скрыт, оказывается. Мухаммад Али только боксом. Поэтому они стали легенда. Поэтому они остались в истории. Эйнштейн только изобретением занимался. Вряд ли он еще параллельно строил дома. Да, есть некоторые люди, которые, они были талантливы в разных образцах, что-то делали. Но их очень мало. Но в основном, кто стал успешным, они стали успешными благодаря, что они нашли свою сильную сторону. И занимались только одним делом всю жизнь. Посвятили свою жизнь только одним делом. Это означает, что, когда вы найдете свою сильную сторону, обязательно. Часто бывает так, что дьявол начинает вас соблазнять заниматься другими делами. Он привлекает, начинает вас. Давай этим займись. Давай то займись. Давай то займись. И надо уметь себе сказать нет. Пролюбодьяны приводят к долге. Пролюбодьяны формируются в подсознанном человека притягивать долг. Запомните мои слова. Я ученый человек, ребята. Вы мне никак не можете по-другому изменить мое мнение, потому что я могу показать тысячи фактов, которые я нашел. Понимаете? Частота начинает... Начните формировать чистоту тела. Отказ. Поняли, да? Отказ. Все. Нужно изменить. Изменить тут. Долги нужны. Знаете, почему человек в долгу попал? Чтобы на правильную дорогу направился. Откуда вам знать, для чего вам дано были долги? Откуда вам знать? Так и написано в Коране. Ты можешь быть недоволен от того, что тебе предназначен. Но это тебе идет на пользу. Откуда тебе знать? Запомните. Кого-то, так и сказано, кого-то мы через правильную... Потому что кто-то через долги дойдет до Бога. Понимаете? Вы заметили, что когда вы долги молитесь? Да. Когда дела хорошо идут, даже не молишься. Да. А Бога забываешь, день рождения вспомнишь. Это так. Кто-то через боль доходит до Бога. Запомните, это путь. Оказывается, это не унижение. Это одна из дорог, которую Господь давал. Вы должны понимать то, что сейчас рассказываю. В долгах не надо считать, что в долгах есть чего-то плохое. Не надо так воспринимать их. Это один путь, который Господь ведет тебе. Вот и все. Знаний очень мало. Привычки не помогают вам меняться. Привычки. Образ жизни помогает. Человек же поступки делает, как привык. Посмотрите сюда. Человек не делает то, что знает. Он знает много хорошего, но не делает. Человек не делает то, что хочет. Он говорит, да, я хочу. Ты думаешь, я против? Я хочу. Но не делает. Человек не делает то, что надо делать. Когда говоришь, он говорит, да, да, я это знаю. Надо. Кивает головой. за дверьом ухода 5 лет как вечера ак реальный поступок как он делает как он привык вся суд моего вот это все то что рассказываю влияет на это